Я думаю, в первую очередь это факторы макроэкономические. То есть при улучшении макроэкономической ситуации в стране ситуация в венчурной отрасли будет меняться сама по себе. Здесь не нужно никаких существенных регуляторных изменений. Просто нужно, чтобы инвесторы, в том числе и зарубежные инвесторы, поверили в то, что в Россию можно инвестировать. И пришли сюда основу. Я думаю, что прежде всего нужно стараться выстраивать какие-то взаимоотношения с западными партнерами таким образом, чтобы они понимали, что в стране есть какая-то стабильность, есть закон и порядок, и что их интересы как инвесторов будут соблюдаться. Если говорить о России, я думаю, что в основном все-таки будут смотреть те отрасли, которые большие сами по себе, масштабные, где есть возможность построить большую компанию. Соответственно, таких отраслей, в принципе, не так уж и много. К ним, наверное, относится все, что связано с транспортом. И мы продолжаем активно смотреть на транспортный сегмент как инвесторы. Также сегмент футэка, все, что связано с едой, с доставкой, с заказом еды из ресторанов. Финтековский сегмент, возможно, тоже будет в определенной степени интересен, то есть все, что связано с финансами. Хотя здесь во многом зависит будет интерес инвесторов от того, как себя поведут банки, будут ли они покупать какие-то из стартапов, или же они будут пытаться все делать внутри. Если внутри, то тогда инвесторам сложнее инвестировать в компанию. Через 20 лет, я думаю, сложно сказать, как бы так далеко, но я думаю, что это какие-то вещи, связанные скорее с продолжением жизни, с биомедициной, с генной медициной. Возможно, даже стартапы, связанные с космосом. Вы знаете, что сейчас уже появляются стартапы, которые заявляют о том, что они будут через 15 лет, 10-15 лет, будут делать майнинг полезных ископаемых на астероидах. Мне сложно говорить о рынке финансовом в целом, потому что я все-таки занимаюсь достаточно узкой задачей на этом рынке. Если говорить конкретно о венчурной отрасли, то я думаю, что нужно продолжать совершенствовать законодательство в этой области таким образом, чтобы можно было в перспективе структурировать сделки по этому законодательству. И несмотря на то, что прогресс был уже достаточно существенный, все равно есть некоторые лакуны в законодательстве, которые, например, нам не позволяют структурировать все наши сделки в соответствии с российским правом. Впечатление очень положительное. Я, к сожалению, не весь день был на конференции, но на той части, на которой мне удалось поприсутствовать, мне кажется, мы обсуждали довольно интересные сделки. И мне было интересно послушать всех спикеров сегодня. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!